Во время полета стюардессы всегда просят пассажиров переводить свои смартфоны и планшеты в режим полета. Отключить сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth мы легко можем с помощью кнопки «Авиарежим». Считается, что электромагнитные волны могут негативно повлиять на электронное оборудование воздушного судна. Так ли это? Мы разбирались. Если вы хоть раз летали на самолете, то хорошо знаете, перед взлетом и посадкой всех пассажиров просят выключить или перевести в «Авиарежим» все электронные устройства. Любая передача радиочастотного сигнала будет заблокирована. При этом вы можете пользоваться всеми остальными функциями. Ваше включенное устройство способно создавать помехи в навигационной и акустической системе самолета. Даже когда телефон заблокирован, но не выключен, он все равно ловит сразу несколько высших связей и принимает более мощный сигнал. Этот постоянный поиск сигнала способен навести помехи на работу чувствительного электронного оборудования самолета, что, в свою очередь, может помешать экипажу верно оценивать обстановку и переговариваться с диспетчером. Выключать телефон или переводить его в «Авиарежим» – требования авиакомпаний и авиационной безопасности. Их необходимо соблюдать. А вот пользоваться камерой телефона в режиме полета вполне себе можно. Так что давайте соблюдать требования авиационной безопасности. Они написаны не просто так. Безусловно, помехи от одного работающего смартфона в навигационной системе незначительны. А с развитием современных средств связи риски сводятся к минимуму. Однако по-прежнему в интересах самого пассажира выполнять те простые правила, которые предъявляет к безопасности сама авиакомпания. Если вы совсем не можете обойтись без интернета, то во многих авиакомпаниях предлагают услугу платного Wi-Fi. Он работает от спутника, а значит, безопасен для коммуникационных устройств самолета.